Приветствую вас. Я думаю, что в какой-то степени есть серьезное противоречие о том, как вы позиционируете свой вопрос. Вот почему. Дело в том, что заставлять выйти из зоны комфорта, вообще-то говоря, не имеет никакого смысла, потому что вам в этой зоне комфорта хорошо. Вам хорошо в этой зоне комфорта, понимаете, если вам там хорошо, то выходить из нее, из зоны комфорта вы не будете. По понятным причинам, кстати говоря, вполне. Вот. Для того, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно мотивация. Причем мотивацию желательно иметь вполне себе здоровую, живую, эмоциональную. Если этого нет, то может быть серьезная проблема. Собственно, вы не можете выйти из своей зоны комфорта, как раз таки потому, что нет любой мотивации. То есть нет у вас стимула для того, чтобы выйти собственно из этой зоны комфорта. Зачем вам из нее выходить, если в принципе все и так неплохо? Зачем вам из нее выходить, если то, что вы получите, ну по выходу, да, то что вы получите, ну не настолько может быть важно, да, и так далее. То есть это вот такой достаточно ценный момент. Если вы не отдаете себе отсчет, чего вы хотите? Если у вас эмоционально не откликается то, что вам хочется, то и выйти из зоны комфорта у вас не получится, к сожалению. Вот. А вот что? Так что она на мой взгляд, пока что вы противляете к себе больше, ну как вам так сказать, вы к себе противляете больше требований. не объективных требований. Нежели чем требований адекватных и таких, которые вам бы, к примеру, подходили. и у этого, у подобного рода требований, ну вероятно есть опять же свои причины. У требований есть свои основания, я полагаю. и, собственно, именно с ними нужно разбираться. Вот. Чтобы вы, чтобы то, чего вы от себя требуете, вот. не было невыполнимым. Нереализованы, нереализуются. Понимаете? Кастук. Вот. Это все очень важный момент. На который я надеюсь вы обратите свое внимание. Вот. Такая история. А на этом, по целую, все, я думаю. То есть на этом, я думаю, мой ответ, в принципе, можно было бы закончить. Я надеюсь, что для вас это в общем и целом было полезно. Я надеюсь, что для вас это в общем и целом было интересно. Я полагаю, что вы склонны к, в некоторой степени, к рационализации своих вот, ну, переживаний, да, своих эмоций. К сожалению, большому сожалению. А вот, что, ну, конечно, неприемлемо, на мой взгляд. Вот. Ну, если так, то это все можно, в принципе, разобраться. То есть вам можно помочь, вам можно помочь разобраться. Вот. Такая вот история. Ну, там все. Да, надеюсь, еще раз, что вы, ну, сделаете какие-то выводы для себя. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!